лас-вегас ну что ты делаешь там пустыне ничего дело в пустыне скорпионов собираем извини то что на ты как да нормально у нас же здесь у всех ю так что ну да то что иммигранты в основном с этого самого как его с украины тут просто на понимать правильная вещь одну когда разваливали советский союз то украина была первой целью то есть это была же основа советского союза и поэтому специально делались программы именно под украинцев чтобы как можно больше с украина выехала со всей толпой инженеров ну и специалистов грубо выражая это именно и было сделано когда это все в общем-то в 90 сработало им потихоньку начали эти программы обрезать вот и уже наверно по моему года с 97 8 даже не помню ну короче где-то к 2000 году у них точно уже не было большинство этих программ ну а так как теперь уже воссоединение семьи и тому подобное так что да я понял но сейчас как же странно узбекистан сейчас как ни странно с узбекистана толповали но это же они с бабом там знакомься да нет это не с бабами я так понимаю они в узбекистане пытались тоже там какие-то базы открыть или чё имеется домик американтос и и под это дело соответственно подтянули эту иммиграцию но взять тот же район группа этот самое в нью-йорке тот же это самый бруклин да там брайтон бич там вот это все перед там я бы сказал конкретный узбекистан там уже нет такой кто той классики русского района такого который напоминал какую-то одессу сейчас это больше напоминает конкретно какой-нибудь какой-то бикистан слушай знаешь анекдот про брайтон бич ну я не знаю их много расскажи короче смотри типа говорит короче там жили там америка негры и но белые как бы свалили оттуда потом пошли украинцы и белые свалили а свалили оттуда негры ну короче это да это все это все сказки ты шуршишь чем-то там я тебя не не услышал ты на микрофон прямо лег я понял площадку и мы что-то думать а что я должен думать насчет крыма ну нет вообще я спрошу о чем ты думаешь сам о чем ты думаешь сам насчет крыма вот это задание правильного просто тебе отвечу твои отношения к статусу прям да нормальное мое отношение надо было крым как говорится забрать и так правильно это и сделали чем вот слушай вот что извините я перебег хотел как бы думал поспорить я вот такой думал как вычитал то что если бы крым путин не забрал ему выбор не оставит там американцы поставили свои базы прямо с боком прямо у россии правильно конечно и выбора не было на заправку конечно по логике конечно надо было время кубу хрущев ракета завез видишь по логике надо было всю украину отстоять но тогда не получилось народ почему-то совсем забывает что именно 2014 году у нас была олимпиада именно в то время когда весь этот майдан как говорится но на всю катушку развился соответственно все силы спецслужб были заняты болен по тяжелому а что было до этого всякие взрывы то там то там то там поэтому естественно все спецслужбы были оттянуты так бы конечно скорее всего бы и не дали сделать эту революцию к сожалению бы и крым тогда бы у них и так жить остался и так дальше и так дальше но да я уверен что все пошли по сценарию что от этой стороны с этой стороны потому что никто не ожидал решительных действий от россии которые я так думаю должны были бы повлечь и другое на как говорится но более более широкие последствия но с той стороны опомнились и уже получается в россии не получилось но помимо потому что если бы конечно план новороссия удался было бы здорово во первых не надо было бы мост строить не то что мост там как говорится проблема но все-таки понимаешься коммуникация все было бы говорится по земле было бы здорово мало того мы соединились особенно если бы да как говорится одессой а так сейчас получается видишь было ну два две стратегических точки одесса и в общем так говорится севастополь воды сейчас стоит большой американский корабль вот тебе и резервы а так бы он стоял еще и там все по моему одесса всегда была за россии да да это вообще абсурд город герой и тому подобное теперь вот такое вот все творится что чем зарабатываешь на жизнь работой ночью делаешь это всякую фигню обсуждать дело просто интересно дать я вот смотрю там некоторых ютуберов там которые в америке живут там кто-то жалуется что очень тяжело там копеечку каждую там жилье дорогое а любит вообще как бы там ну все легко и просто и все и кэсла у меня есть там и дом во флориде ну конечно если он если если он чтобы во флориде тем более день там майами нормальном апартменте жить но это тысячи четыре наверное заплатить за хороший апартмент за херовый апартмент тысячи полторы чтобы на тесле ездить которая стоит но семидесятку понимаете и плюс там вся другая ерунда даже за 55 он ее купил плюс налог до десятка почти плюс регистрация страховка она им по-любому семидесятку вылезет вы хотите сказать что это он уже заработал за полгода жизни в америке сейчас блин потом выясняется что папа депутат нет таранов такой таранов слышал протокол не знаю это протокол и мувингом мувингом занимается короче вот типа мувингом тут тоже многие занимаются ну есть до удачно попали в какие-то это самое то есть здесь опять таки те же водители траков кто-то удачно зарабатывает кто-то большинство кстати неудачно большинство процентов 60 скажем люди практически почти в ноль работают ну сорок да но никто же не хвастается как я херово зарабатываю да не говорю это пола мерки лиц особенно этот лос-анджелси там в трейлер живут в калифорнии да особенно это развита калифорния потому что ну там очень дорого очень и даже если у тебя есть работа все равно те не хватает 20-25 лет назад я говорю в америке ты приезжаешь в америку просто нужна была работа любая даже если ты посудомоечком работал понимаешь ты уже мог жить потому что тупо ну хват ты не шиковал ты там это самое ну те хватало и поесть и как говорится и там мы заплатить за квартиру и за бензин и так дальше а теперь то нет теперь из моих двух работ и более-менее одна из них приличная но удачи а что это на самом деле это получается а получается на самом деле самое настоящее рабство большинство людей большинство рабочего класса теперь здесь работает по 16 часов в день говорят американцы и когда я им говорю что у нас в россии с 1 по 10 новый год и них выходные они вообще понять не могут как это так может быть а просто не могут понять и когда ты им говоришь что у нас у людей в среднем есть отпуск 25 или 30 дней подряд они это тоже понять не могут но не могут ну здесь есть такие отпуска тому военных тому какого-то если город ну чиновников и тому подобное но у единиц но в основном или даже если у тебя свой бизнес какой-то ты не можешь уехать надолго потому что вечно как херня в основном здесь у них таких а они мне вот нет они здесь а берут отпуска за зачастую знаешь два этапа там взял 10 дней и потом может быть еще пять дней все фигасе но я дома любим навального который вот мне нафиг рассказывает про какой-нибудь дворец путина и надо все это это самое и стремится в америку вот такой обзор да 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 не вот такой к сожалению абсурд не навалит его америку-то не призывал как бы он призывал как бы бороться коррупции нет я его понимаю и хотел я очень просто намекнул я просто не стал говорить но намекнул что да поэтому нас как бы их не логика какая верьте навальному надо скинуть наше правительство и жить как в развитой в развитых странах демократических на западе и в америке а на самом деле вы знаете вот такой бред к сожалению и это американизация как как я не приезжаю в россии все больше и больше вижу не то не нравится даже элементарно у нас язык стал уже последнее время какой-то полуанглийско-русский да 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 понимаете да ну должно мне это я думал вам вас я думал что у вас все на игорном без сидят не лас-вегас на самом деле последнее время особенно понастроил кучу всяких тоже в air house of здесь очень сильный amazon хаб здесь очень сильный этот самый на сильная промышленность которая связана со всей этой строительством у нас есть оушен спрей который как ни странно делает соки у нас построен молочный завод но только единственно самое интересное что когда вот тоже и так людей иногда беру особенно вот кстати по примеру молокозавода игре вот я не понимаю вот у нас как говорится на молокозавод там ехали мало молоковозы помнишь особенно в наши времена ну так скажем ссср здесь это молоковозы не ездят завозят какой-то парашют ну они его вырабатывают видать наверное из каких-то там сухих веществ или еще чего-нибудь у нас нет у нас где бы у нас пустыне невада паслись коровы да конечно разве повезут молоко откуда-то значит соответственно везут какие-то вот химикаты то есть или это законе сухое молоко или еще чего-нибудь а потом из из него продаю же у вас здесь если взять другую корни подожди подожди да погоди дайте скажу самое интересное здесь если берешь вот эту вот канистру они же здесь продается в галлонах до 37 литра вот один галлон молока ну или там по ну вот неважно берешь эту упаковку вот как она она у нас здесь мидоус называется по-моему этот молоко молочная компания и прикол знаешь чем вот у любую даже почти компанию берешь и переворачиваешь этикетку как бы состав да так вот на любой практически упаковки молока есть такая фраза в молоке присутствует молоко то есть понимаешь нисколько процентов нисколько капель нисколько грамм блин просто молоке до присутствует молоко то есть если там ну три капли молока капнута на на этот раствор на все нормально пейте дети молоко будете здоровы а сейчас блин такие же продукции там органик там где вот написано что корова ела траву это вообще еще еще копеек до сра и сразу цена маленькой бутылочки 9 долларов да 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 капец ты чё думаешь я шучу потому что у нас то же самое яйца ты приходишь на допустим среднем яйца стоит знаешь где-то там 45 долларов но 5 до упаковка ну зайди в этот холл-фуд там будет 10 могут может обычный человек себе это позволить обычный не тяжеловато тяжеловато поэтому когда же американские вот шаги молоко наливаются канистры да я думаю как они не прокисает она действительно кстати в ней уникальная фина это как и в принципе у нас сейчас тоже знаешь эти молочные эти дела они как бы стоят там на еще не знаю там 20 дней и на 21 но сразу халабыси какое-то стало горькое непонятно чего так там разве молоко нас никогда просто квашу не превращается вопрос задаем себе это тогда молоко то нет я под панирустик тут вылил цистерну думаю блин надо было мне просто честно говоря нужна была сама эта баклажка думаю вылил этот самый куст загнулся ну вот нормального молока загнулся куст где же магазинах где там все по доллару там даже вот от десятки стоит доллар да ну как бы со всеми вытекающими последствиями абсолютно как бы дата сейчас в долларов магазинах уже несколько как лет разрешили продавать продукты раньше долларовый магазин когда в америке было все нормально он продавал всякие булавки кнопки до всякую фигню до потреб всякуда а теперь они стали огромные как наши супермаркеты и теперь там можно купить почти все но кстати с этого года особенно долларовый магазин только название имеет долларовый на самом деле там уже все 299 и 399 в наглую причем то есть за доллар ты там сможешь купить уже только я не знаю опять-таки булавку одну теперь у нас стать еще очень часто можно попасть на то что ты идешь смотришь такое допустим о апельсины там 69 центов там во первых здесь за паунд не за килограмм паунд это пол килограмма и думаю нормальная цена потому что они везде стоят допустим 2-3 доллара и вдруг выясняется на кассе что это за штуку понимаем я так вот совсем вот думаю совсем скоро и рис будет продавать штучно да 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 лишь бы цену написать типа маленькую то же самое я взял пакет вот буквально число вот вчера взял пакет ну зелени какой-то знаешь она такая порубленная пришел там высыпал там чем-то это самое быстренько как говорится какой-то салат сделал и все но у меня чашка такая большая и обычно ну то есть получается большая чашка салата сидишь там жуешь пока какое-нибудь кино смотришь вот и тут я взял то что всегда брал и цена вроде бы та же и пакет вроде бы тот же только уже в нем оказывается гораздо меньше чего-то вроде бы цену не стали повышать да просто уже в пакет не докладывают а вот то что я высыпаю и понимаю что он что-то мешать мне легко в этой чашке еще очень потом присматриваюсь а это уже пол чашки нормально все ну ужас как я говорю бензин заправлял в январе за 2 99 а теперь за 450 а соответственно или там поле хочет раба брат за прайда разница-то большая илья бак заправляю за 50 долларов или за 80 ну как-то это уже серьезно ну да уже по-моему это пола америке трампа хотят обратно да но при этом все равно всех птп пугают социализмом столько стоит столько вот знаешь это самое чуть что мы не хотим нафиг это все надо не дай боже этот социализм причем как только это им начинаешь чуть-чуть пояснять а разве говорю вы не хотели бесплатную медицину образование нормальная бесплатная а вот чтобы у вас ребенок в школу ходил чтобы вам при рождении ребенка какие-то платили деньги да а где такое чудо сказка игру так это и есть тот социализм который водка в котором я когда-то жил при ссср они думают что я им вру они за да пошел ты нахер это ерунду то говоришь что мы знаем что такое социализм вот так вот че так это чат какой-то нестабильный стал всех обрывает или я какую-то фразу произношу что сразу обрывает водка и штука ладно побежал я типа по делам вот всем подписчикам привет кто не подписался подписывайтесь срочно вот всем понимание юмора добра всего хорошего вот такая вот штука все пока пока счастливо